Здравствуйте! Комары реально могут оценить ваш уровень здоровья практически в любых условиях. И поставить вам важный диагноз, ориентируясь на который вы можете улучшить свое здоровье и сохранить даже жизнь. Конечно, допущенные к вашему телу комары должны быть лишены возможности наградить вас какой-то инфекцией, заразить собачьей эскоридой, либо вызвать аллергическую реакцию до анафилактического шока. Но! Если эти условия соблюдены, тогда, ориентируясь на поведение комаров, их отношение к вам, можно легко оценить ваш уровень здоровья. Просто каждый комар носит с собой биохимическую лабораторию, которая оценивает два очень важных показателя. Это уровень молочной кислоты и углекислый газ. По молочной кислоте комар найдет вас с расстояния около 100 метров. По углекислому газу уточнит ваше местоположение примерно с 10 метров. Но дальше тепловизором точно найдет точку, из которой он выпьет из вас кровь. И! Если отношение комаров к вам не изменилось, оно было таким в детстве, в молодости, и сейчас комары активно вами интересуются, я вас поздравляю! Вы находитесь в зоне безопасности по одному очень важному диагнозу, который сегодня очень актуален в эпоху коронавирусной инфекции. Если же комары потеряли к вам активный интерес, стоит задуматься. Просто углекислый газ и молочная кислота вырабатываются у того человека, у которого активно идет обмен углеводов. И, на самом деле, он молод, и обмен веществ идет правильно. В случае, если у вас есть сложности с обменом углеводов, например, у вас есть жировой гепатоз, либо стеатогепатит. У вас явный, либо скрытый сахарный диабет. У вас есть инсулинорезистентность печени. Это когда уровень глюкозы в крови выше, чем 4,5 ммл. Уже работа печени нарушена. Что происходит у вас в этом случае? Ваш организм ориентируется с самого дешевого, экологически чистого топлива углеводы на второй источник энергии. Это жиры. Жиры не горят до угольной кислоты, которая разлагается на углекислых газ и воду. Или недоокисленные углеводы до молочной кислоты. Жир горят до кетоновых тел. Одно из них дурно пахнет. Это ацетон. И если вы не ощущаете аромат ацетона, то комары его точно почувствуют. И будут брезгивать брать у вас кровь. Что это вам дает? Вернее, что это у вас отнимает? С одной стороны, у вас появляется атеросклероз в сосудах. Потому что жиры горят. И у вас появляются свои проблемы. Далее может нарушиться обмен белков. Появится подагра. Появится гипертоническая болезнь. И с вами соберется метаболический синдром в полном объеме. И это риск здесь и сейчас. А в случае коронавирусной инфекции, если вы вдруг ею заболеете, то высокий риск осложнений. Поэтому простой полезный совет диетолога. Если комары теряют к вам интерес, вспомните про своего семейного доктора. Обратитесь к нему. Пусть он поможет вам скомпенсировать уровень сахара в калина максимально низких цифрах. Восстановите работу печени, которая управляет всеми видами обмена веществ. И в первую очередь обменом углеводов. Ну и на третьем этапе можно улучшить состояние сосудов, от плохого состояния которых. И зависят основные осложнения в случае развития коронавирусной инфекции. Вот та самая пневмония возникает чаще всего, и практически всегда, в случае, если у вас есть явный, либо скрытый сахарный диабет. Но предупредить развитие коронавирусной инфекции здесь и сейчас можно. Те средства, которые нужно использовать, вы знаете. Очки, маска, социальная дистанция. Иными словами, вы можете предупредить развитие инфекции в своем организме. А в это время заняться своим здоровьем, улучшить работу печени, улучшить состояние сосудов, и жить дальше долго и счастливо. К сожалению, этот комарийный тест в моей книге COVID-19 что делать отсутствует. Она вышла несколько раньше, чем я понял, как можно легко и просто определить уровень здоровья человека. И подсказать вовремя совершить правильные действия. Но там есть 518 других полезных советов диетолога, которые тоже помогут нормализовать питание в любом случае. Будет у вас коронавирусная инфекция, либо не будет. Питаться все равно нужно правильно. Для того, чтобы обеспечивать обменные процессы в организме в целом. И жить дольше и лучше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправят ссылку на это видео. Думаю, что лайк на это видео можно поставить. Можете сделать репост. Можете выразить свое мнение в комментариях. Как к вам относятся комары. Возможно, у них есть свое уникальное отношение лично к вам. Выразите это в комментариях. А я подумаю, как лучше написать и опубликовать на одном из своих видеоканалов. Новое видео. До новых встреч на моих видеоканалах. Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова